Проблема наркомании стоит остро. В департаменте полиции запланирован ряд профилактических мероприятий для подрастающего поколения. Одно из них с участием юных спортсменов Экибастуза прошло в Кайнаре. Опасность, которую несут наркотики, не позволяет бездействовать, выжидать, оставаться в стороне. Ирина Темиргалиева, чтобы предостеречь молодых людей, сразу же перешла к печальной статистике. В текущем году, в январе месяце, здесь, в городе Экибастузе, в день своего совершеннолетия, был задержан студент одного из колледжей, которые дислоцированы здесь, в Экибастузе. При нем был обнаружен сверток с запрещенным веществом. Я не буду название называть, дабы не пропагандировать. Он был привлечен к уголовной ответственности. Он не закладчик. Данное вещество он приобретал для личного употребления. 26 закладок было обнаружено и у студентки Экибастузского медицинского колледжа. Наркопотребителем она не является. Суд приговорил ее к 12,5 годам лишения свободы. Идентичный случай произошел и в Павлодаре, когда 19-летний студент решил подзаработать. Ему за распространение наркотиков через информационные ресурсы грозит срок от 15 лет и выше. Мы видим, как попадает молодежь в сети наркопреступников, наркодилеров. Как это происходит? Может поступать предложение, заманчивое разово заработать. Например, приходит сообщение в любом мессенджере. И дальше начинаются применяться методы убеждения. Стараются узнать у человека молодого или девушки, войти в его доверие. Например, спрашивают, как у вас обстоят дела? Имеются ли у вас у родителей финансовые проблемы? Может быть, вы что-то бы хотели себе приобрести? То есть те люди, которые стараются привлечь нашу молодежь, конечно же, они идут в ногу со временем. Хочется надеяться, что ребята почерпнули много нового и полезного для себя из беседы с Ириной Александровной и сделали соответствующие выводы о вреде наркотиков. В заключении участникам был показан фильм о последствиях употребления запрещающих веществ и организован флешмоб. И за кадет, жоп, жоп!